Стоим, отдыхаем на мосту, здесь люди, многоэтажки, новая район, новая Михнева, вот вокзальчик, Михнево. О, переезд закрыт, машина поперек ездит, такой вот вид здесь, красивый, и ветер, ой, сколько галок на проводах. Собрание, делать новое, просидать. Доставили. Это моя воля была, я на колокольчике стоял. О, разговорчики. Такую колокольчик. Они тут подешевле, почему именно здесь, в Москве, разве нет? Потому что я выбрал, чтобы съездить из-за них. Ага, понятно. Борис рассказывает, что вот на том заводе, ЦСС, где написано, ой, будьте здоровы, где написано ЦСС, еще дальше. Ну, это, наверное, один и тот же завод заказывал. Да почему будку-то, бытовку для сторожей, да? Бутовку. Когда я работал в охране. С электричеством, там уже совсем. Ну, качественные, да, утепленные. Нормально отстоял их, пока нас в нее загнали. И сейчас нам отстоять. А, нет, сейчас уже все. Там уже все разломали в твоем Олимпийском. Сейчас уже все. Там, нибудь, и крыши-то нет, уже ничего нет. Не знаю. Но нас точно нет. Вас точно нет. Стены обещали же оставить в Олимпийском. Обещанного три года ждут. Ну, у бассейна обещали оставить крышу. Потому что у бассейна крыша, она там какая-то где-то, ну, типа памятник. Да. Но она течет все. Ну, ремонтировать будет. А у Олимпийского стены оставить, чтобы он внешний облик его не изменился. Ну, не знаю. Провожает меня, и Борис говорит. Войдешь, кричи. Беляши, беляши, горячие беляши. Самое оно, беляши. Как удачно. Я устроилась. Все. Поехали. Я ни за что бы не надела эту безрукавку, но просто ее надо везти. И что вы надевали, делая другие карманы. Ну, это не карманы. Это просто ужас какой-то. Ну, все, я в экспрессе. Удачно я так устроилась. Мне все равно, как ехать. Спиной или лицом. По ходу движения поинка. В этот раз смогла сесть. Все. До Москвы. Приехала в Москву. Так, кто мне звонит? Алло, приехал. Вот он как раз. Алла с Борисом меня пожалели. Заказали мне такси. Мне попался хороший водитель. Мурат Бек. Прошлый раз мы ехали с таким водителем. Ребята, я вам рассказывала. Это было что-то ужасное. Поэтому я боялась. Вот честно скажу. Побоялась ехать на такси. Но вот Мурат Бек оказался очень спокойным водителем. И даже разрешил и снимать, и его, и достопримечательности Москвы. Конечно. Вот, видите? Так что будем сегодня ехать. И буду показывать, где мы едем. Какие красивые дома у нас. Так что вот так, мои хорошие. Поехали. Поехали. В Москве наступил час пик. Многие возвращаются с работы. Поэтому небольшие пробочки. Мы сейчас выезжаем на Садовое кольцо. Отель Красной Холмы. Красивый-то какой. Муромочка. Целый комплекс. Красивый-то какой. 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 А этот тоннель, да? Вот этот самый длинный, который, да? Нет, это не самый длинный. Нет, это самый длинный тоннель, третий кольцо. А, понятно. А здесь одно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Смотри, мама, дорожка к дому ДимаTorzok Мне вообще страшно показать тебе Здесь уже глубина такая, что... Жуть! Смотри! Жень мешает... Ну, Жене, конечно, счастье. Смотри, что делается... Ай! ДимаTorzok 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 Завтра я буду делать А пока готовлю и стерилизую банки Для завтрашней консервации Сейчас у меня там кипят крышки А на этом все, мои хорошие Всем-всем Прекрасного дня завтра